Здравствуйте! Началась новая неделя, сегодня понедельник, 13 октября. Вы смотрите новости Новороссии, студии Екатерина Малова. Вечером 12 октября зафиксированы новые случаи попадания снарядов в жилые дома и постройки в Куйбышевском и Киевском районах. После артобстрелов разрушены частные жилые дома номер 81, 83 и 84 по улице Ковалько, 102 по улице 50 лет Украины. Пострадал также гараж во дворе дома номер 40 по улице Свободы. За минувшие сутки осколками разорвавшихся снарядов повреждены также и распределительные газовые сети по улице Рудутака, 22, Стратонавтов, 8А, Путиловская, 138 в Киевском районе и по переулку Вольный, 56А в Куйбышевском. Аварии локализованы. В результате военных действий в Донецке 12 октября пострадали три мирных жителя. Они находятся в медицинских учреждениях. Подача воды в Донецке по-прежнему остается нестабильной из-за повреждения наливного водовода компании «Вода Донбасса», от которого зависит пополнение резервуаров сразу нескольких водопроводных узлов коммунального предприятия «Донецк-Гурводоканал». Перебои с водой испытывают потребители Куйбышевского, Ленинского, частично Петровского района, а также микрорайонов «Текстильщик», шахты имени Абакумова, Бирюзова и Кировского района. Ремонтная бригада компании «Вода Донбасса» неоднократно попадала под обстрел, выезжая на место аварии, и была вынуждена покинуть участок. Начало ремонтных работ запланировано на сегодня, при условии, что не возобновятся обстрелы. Вчера вечером и сегодня утром город Кировская подвергся сильному обстрелу. Армия украинских карателей продолжает бомбить город из артиллерийских орудий, несмотря на режим тишины. Пострадало отделение почты «Укртелеком», четверо погибших. По улице Орджоникидзе в двухэтажном доме начался пожар. По улице Первомайской пострадал частный дом номер 31. Всю неделю подвергалась обстрелу шахта «Комсомолец Донбасса». Бои продолжаются и сейчас. Армия Новороссии, в отличие от украинских карателей, соблюдает режим тишины. Вчера вечером автомобиль Павла Губарева был обстрелян неизвестными. 12 октября около 22 часов по местному времени в районе контрольно-пропускного пункта Мариновка по автотрассе «Ростов-Донецк» в результате нападения на автомобиль Павла Губарева водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел на обочину и врезался в стол. Павлу Губареву была оказана медицинская помощь на территории Российской Федерации. Сейчас он без сознания находится в одной из больниц Ростова. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма. Огнестрельных ранений нет. Проводится клиническое обследование. Мы с Павлом выехали на двух машинах. Впереди ехал Павел и водитель был Евгений Орлов в машине. Я ехал сзади на машине, сопровождал. Они немного оторвались вперед. У них более современная машина была. Так, притопили по газам, поехали. Я немного отстал. Впереди я увидел, как к ним подстраивается другая машина, похожая на джип темного цвета. Начало прижимать их к обочине. И где-то на одном из поворотов на Дмитровку автомобиль Павла повернул, и они съехали на проселочную дорогу. Я тоже повернул, выехал. Автомобили Павла уже я не видел. Они исчезли из вида. Я видел, как на обочине приостановился автомобиль преследователей. Было сделано несколько выстрелов. И тут же они, наверное, возможно, увидели меня. И они рванули, просто ускорились, как ракеты буквально полетели. Автомобиль Павла слетел в кювет, снес столб бетонный. Бетонный из автомобиля уже вылез, освободился из автомобиля Евгений и пытался вытаскивать Павла. Мы вместе вытащили Павла, дотащили до моего автомобиля, перегрузили его на заднее сидение и повезли в Ростов. Никто мог вести обстрел? Никому из участников нынешних выборов это вообще невыгодно. Участие Павлов действительно нужно всем. Если рассматривать сторону нападения украинских ДРГ, то это гораздо более правдоподобный случай. Почему? Потому что действительно и работают снайперы. Сегодня передавали нам о том, что в этом районе работают украинские снайперы. Постоянно в этих районах происходит нападение на проезжающие автомобили. Происходит нападение просто на людей. При возвращении из Ростова в город Донецк вечером, это ориентировочно около 9-10 часов вечера, наша машина, в которой находился я и Павел Юрьевич Губрев, была обстрелена. Обстреляна неизвестной группой. Группа была на автомобиле, который нас подрезал и обстрелял. Это факт. Вот мы находимся здесь, везде столба, в которой мы вчера обрезались. Павел Юрьевич получил травмы, какие я, к сожалению, сейчас не могу сказать, потому что он находится в больнице, а врачи больше знают. Я знаю, что ввез я его туда уже без сознания. Все хорошо, что так обошлось. Я хочу призывать всех людей, которые сегодня посмотрят мое интервью, не политизировать ситуацию, не спешить с версией. Да, действительно, ситуация сложная, мы находимся в тяжелых условиях, поэтому каждый вот такой инцидент, да, может трактовать разными способами. Я прошу до результата официального решения следствия не выдвигать политизированных версий, не на слове каких-то домыслов и слухов делать заключение. Здесь будет проведено расследование, мы обратимся в соответствующие органы, и их экспертиза, их расследование даст нам пищу для размышлений, не раньше. Павел Юрьевич жив, мы продолжим свое дело, и независимо от обстоятельств наше движение будет жить. Оксана Волчонок, Дмитрий Русский, телеканал Новороссия. В Луганске состоялся обмен военнопленными между армией Луганской Народной Республики и оккупационными украинскими войсками. Блокпост на Старом мосту через Северский Донец у станицы Луганской послужил площадкой обмена, который был проведен городским советом ветеранов Афганистана. Боец ополчения доставлен на обмен в плохом состоянии. Его положили на носилки и увезли на машине скорой помощи. Боевик Айдара чувствовал себя хорошо и дошел на своих самостоятельно. Также прошли переговоры о следующем обмене между командиром Айдара и командиром батальона Леший. Представители политического движения Новороссия рассказали журналистам об участии в избирательном процессе и своим политическом будущем. ЦИК отменил регистрацию общественно-политическому движению партии Новороссия. Дело в том, что мы рассмотрели документы, которые входила в избирательную комиссию, их письмо, и согласны с тем, что там определенная процедура с нашей стороны не была соблюдена. На момент консультации прошлой недели, когда мы готовили подачу республиканского списка, у нас были консультации с рядом общественно-политических сил, которые уже появились в Донецкой Народной Республике. Те силы, с которыми мы сотрудничаем в рамках Верховного Совета Донецкой Народной Республики. У нас была такая, можно сказать, неформальная коалиция, и мы уже взаимодействовали, начиная с юрия, в месяц. Это, в частности, депутатская группа СВД Берл. И, по сути, совместно с этой организацией, а также с рядом общественных деятелей Кристо-Русской весны в Донецке, на прошлой неделе мы зарегистрировали общественное движение «Свободный Донбасс». Еген Яров также является председателем общественного движения. И на выборы 2 ноября этого года политическая сила наша пойдет в рамках вот этой, можно сказать, избирательного булока, если так можно выразиться, «Свободный Донбасс». Вчера жители Одессы провели Народное собрание почти в память погибших 2 мая. В собрании приняли участие более 200 человек. Митингующие почтили память одного из первых погибших 2 мая – Геннадия Петрова. Молодой человек, 85-го года рождения, был убит во время столкновений на Греческой площади. Перед участниками акции выступила мать Петрова, которая отметила, что отговаривала сына идти туда. Но он все же пошел, так как хотел бороться против фашизма, сказав, что потом уже будет поздно. Была проведена панихида по невинноубиенным. Митинг прошел спокойно, обошлось без провокаций сторонников Майдана. 12 октября в воскресенье на матче третьего тура отборочного цикла чемпионата Европы-2016 между командами России и Молдовой фанаты вывесили портреты лидеров Новороссии. Матч состоялся в Москве. Перед его началом болельщики хозяев вывесили на стадионе баннер в поддержку республик. А затем фанаты подняли плакаты с изображением героев Новороссии. Игоря Стрелкова, Игоря Безлера, Беса, Арсения Павлова, Моторолы. Общий девиз, объединивший изображение – гордость нации. Под портретами героев фанаты повесили плакат «Косово – это Сербия» в знак солидарности с сербским народом. Исторические земли Косово вот уже 15 лет как отторнуты от Сербии при прямом участии США, ЕС и НАТО. Стоит отметить, принадлежность Косово затрагивалась дважды за минувшие дни. В четверг состоялся матч европейского отборочного цикла между Сербией и Арменией. Сербские фаны вывесили баннер «Корабах – это Армения, Косово – это Сербия». В принципе, в ушедшие выходные европейский футбол всецело прошел в атмосфере политической борьбы. В пятницу во время футбольного матча между командами Белоруссии и Украины в Борисове украинские болельщики в очередной раз устроили антироссийскую акцию. Игра на белорусском поле прошла под безноватые кричалки про москалей, нецензурные песни и коллективные прыжки на месте. Белорусская милиция задержала 25 человек. 12 октября в Донецке включили отопление на социально значимых объектах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления благоустройства и коммунального обслуживания города. На сегодняшний день отапливается областная травматологическая больница, дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также региональный центр охраны материнства и детства. Ранее председатель Совета министров ДНР Александр Караман заявил, что отопительный сезон ДНР начнется 15 октября или в более ранний срок, если температура более трех дней подряд будет меньше плюс 8 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова